Репортаж из Алматы. Мероприятие ко Дню Победы. Военно-историческая ретроспектива, большой концерт и офицерский бал. Это Life is Good News. Подробности прямо сейчас. Гульдана Касенова, сотрудница холдинга Life is Good из города Алматы, Республики Казахстан. За короткое время, благодаря программе Best Way, она трижды смогла решить жилищный вопрос. Одна квартира была куплена в столице Казахстана Нур-Султане, а еще два объекта в Алматы. Так как я являюсь самобухгалтером, естественно, я посчитала в первую очередь и, конечно же, сравнила все проценты, переплату и поняла, что это на сегодняшний день самая выгодная программа. И я с большой радостью делюсь со всеми своими знакомыми, со всеми своими друзьями, рассказываю, показываю личный кабинет, показываю прозрачность нашей работы. Особая гордость Гульданы – просторная видовая двухкомнатная квартира в центре Алматы. Ее общая площадь более 80 квадратных метров. Очень близко находится парковая зона, где можно погулять, заняться спортом, вечером прогуляться, подышать свежим воздухом. И отличный, просто шикарный вид на горы. Очень люблю Алмату, и эта квартира, она просто мечта. Желаю каждому жить в своей квартире. На два дня Москва стала центром деловой и культурной жизни холдинга. В столице России с большим успехом были проведены знаковые мероприятия Life is Good. 18-19 мая съемочная группа Life is Good News будет работать в отеле Корстен. Уже второй год подряд именно здесь пройдет международный базовый семинар и состоится традиционный офицерский бал. В этом году в мероприятиях холдинга приняли участие около тысячи сотрудников. Открытием деловой части МБС стало выступление Боба Дойла, всемирно известного бизнес-тренера, соавтора книги «Секрет» и одноименного фильма. Мотивационный тренинг «Гости из Америки» стал настоящим событием и вызвал у аудитории самые яркие эмоции. До мурашек, вот смотрите, стоят до мурашек. Эмоции потрясающие, атмосфера просто шикарная, люди все добрые, отзывчивые, красивые. Чем чаще вы посещаете такие шикарнейшие мероприятия, тем быстрее вы поднимаетесь по карьерной лестнице. Для Боба Дойла это уже четвертая встреча с аудиторией холдинга. В этом году его выступление длилось более трех часов. Знания, полученные от коуча мирового уровня, призваны стать драйвером личного и профессионального роста сотрудников Life is Good. Выступление Боба Дойла только что завершилось. Это было, как всегда, великолепно. И сейчас специально для Life is Good News и наших зрителей мы представляем эксклюзивное интервью с гостем из Америки. Аудитория Life is Good – моя любимая. Мне очень нравится выступать на мероприятиях этой компании. Я отлично чувствую обратную связь. Аудитория внимательно следит за моими словами. Я вижу эмоции, люди аплодируют, и я понимаю, что знания, которые мне хочется донести, это действительно то, что им нужно. Мы говорим на одном языке. После интервью состоялась встреча президента Life is Good Романа Василенко с Бобом Дойлом в неформальной обстановке. За обедом в теплой дружественной атмосфере стороны договорились о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве. Роман Василенко выразил благодарность официальному партнеру холдинга за весомый образовательный вклад в развитие бизнеса Life is Good. Тем временем в главном зале отеля продолжилась деловая часть МБС. Свою работу начала конвенция Life is Good, в которой приняли участие 33 лидера холдинга. Это директора шестого и седьмого уровней. Один за другим со сцены они рассказывали свою историю успеха в Life is Good, делились секретами ведения бизнеса. Их личный опыт является примером и важнейшим мотивирующим фактором для каждого сотрудника холдинга. Я ращу шестерых ребят, одна так получилось. И у меня есть куда расти, к чему стремиться, они обязательно будут все со мной в моей компании. Это надежда, это уверенность, это жизнь, это моя жизнь. Life is Good. 19 мая начало семинара было ознаменовано приятным событием. В этот день топ-лидер холдинга, успешная и обаятельная Лилия Щербакова, отмечала свой день рождения. От имени большой семьи Life is Good в адрес именинницы прозвучали слава поздравления, после чего был подарен букет цветов. Далее стартовала деловая часть. Впервые она проходила в новом для холдинга формате. Была организована панельная дискуссия с участием директоров Life is Good 8 и 9 уровней, а также советников президента компании. Топ-лидеры дали ответы на самые злободневные вопросы по всем аспектам деятельности холдинга, в том числе по программе жилищной кооперации Bestway и работе финансово-аналитической компании Hermes Management Ltd. Такой нестандартный подход в работе с аудиторией вызвал у сотрудников Life is Good небывалый интерес. Поиск новых форм диалога с партнерами является для компании важнейшим звеном на пути совершенствования корпоративных бизнес-процессов, а значит дальнейшего роста холдинга. На сегодняшний день в компании созданы все условия для построения успешной и самой высокооплачиваемой карьеры в мире. Увидела масштаб этой компании, увидела людей, которые здесь неимоверно счастливые люди и здесь есть личный рост. Благодаря продвижению наших партнеров, которые нас обучают, вообще нашим спонсорам, которые нам очень сильно помогают. Поэтому все приходите в Life is Good. Это ваш успех, это наша жизнь. Мы берем свои руки в свою жизнь и поэтому мы успешны. Завершением деловой части международного базового семинара станет выступление президента холдинга Life is Good Романа Василенко. В зале уже заканчиваются все необходимые приготовления для его выступления. В ходе выступления Роман Василенко рассказал участникам семинара о текущих результатах работы холдинга. Были озвучены конкретные цифры, свидетельствующие о росте деловых показателей бизнеса. Так, в апреле месяце в Российской Федерации по программе жилищной кооперации Bestway было приобретено 66 объектов недвижимости. Президент компании также анонсировал проведение целого ряда значимых корпоративных мероприятий и промо-акций, рассказал о планах и перспективах развития Life is Good. По окончании выступления состоялась церемония награждения сотрудников холдинга за высокие карьерные достижения. Масштабным завершением МБС стали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы. Главная мысль торжественной части была обозначена как «Офицерская честь». Жизнь Отечеству – честь никому. Мы находимся в сквере отеля «Корстен». Здесь расположилась тематическая зона офицерского бала. Давайте посмотрим, что там происходит. Участникам офицерского бала был представлен военно-исторический интерактив в виде тематических локаций. Каждая ретроспектива посвящена конкретным боевым событиям в истории российского государства. Максимально достоверно воссоздана атмосфера военных лет. Невидимая война, Вторая мировая война, очаг Первой мировой войны, гусарский очаг. В палатке в дружеской обстановке состоялось общение президента холдинга Романа Василенко и почетных гостей мероприятия. Были произнесены тосты в память о погибших в Великой Отечественной войне. На площадке также работала полевая кухня. Все участники офицерского бала смогли отведать настоящую солдатскую кашу. Далее состоялся большой праздничный концерт. В качестве почетных гостей вечера в зале присутствовали государственные и общественные деятели страны – герои России. В ведущей вечера была приглашена заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Мария Шукшина. Каждый раз, конечно, переполняет то, что это патриотическое мероприятие, то, что наша компания поддерживает российские традиции, российские ценности. Мы вместе со стороной, мы вместе с народом, мы вместе с нашей победой. Со сцены звучали популярные песни военных лет, знаменитые литературные произведения. Также были подготовлены видеоролики, наглядно иллюстрирующие военно-патриотическую тематику праздничного вечера. В концерте принял участие народный артист Российской Федерации, известный актер и телеведущий Дмитрий Харатьян. После его выступления состоялась встреча знаменитого гардемарина с Романом Василенко. Продолжением вечера стал ежегодный офицерский бал холдинга. С приветственным словом к собравшимся обратился президент Life is Good. Уважаемые друзья, коллеги, уважаемые гости, генералы, офицеры, герои, я вас очень люблю. И это мероприятие посвящено нашей памяти, памяти наших героев, наших предков, тех, кто подарил нам эту жизнь. И я считаю своим долгом и всем нашим долгом сохранить эту память и передать молодому поколению. Все должны нести это с гордостью, точно так же, как горжусь этим я. С Днем Победы, с Днем нашей славы, с праздником вас! Перед гостями выступили почетные гости вечера. В их числе Сергей Крючек, депутат Государственной Думы, член фракции политической партии «Справедливая Россия». Далее слово было предоставлено Александру Викторенко, летчику-космонавту, герою Советского Союза. Мероприятие, посвященное Дню Победы, это великое событие для меня. Я искренне благодарен организаторам. Роман Викторович, лично вам я просто не выражаю благодарность, а преклоняю голову за вот это величайшее событие, за то, что он собрал нас здесь, всех разных, но преданных нашему государству, нашей памяти. Торжественные речи произнесли заместитель руководителя Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Владимир Михалевич, герой России Анатолий Кнышов. Герой России, председатель Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой. Герой России, заместитель председателя Президиума Межгосударственного союза городов-героев, заслуженный спасатель Российской Федерации Андрей Звягинцев. Еще раз хотел бы поздравить вас с великим праздником, с великой победой советского народа надфашистской Германией. А вам пожелать победы, победы и личного счастья, благополучия. Дай Бог вам всем здоровья, дай Бог вам всем счастья. Пусть ваша победа будет победа всех нас. Этим вечером Роман Василенко и его родители Лариса Александровна и Виктор Иванович были удостоены высокого признания за активное участие в судьбе Родины, патриотизм и ратный труд во славу России. Почетные награды семье Василенко от имени Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» вручили Герой социалистического труда, член Центрального правления организации «Трудовая доблесть России» Алексей Макарычев и председатель Комитета поддержки программ президента России Надежда Журавлева. Далее было объявлено о начале бала. Ведущая вечера Мария Шукшина пригласила Романа Василенко на белый танец. А затем началась большая танцевальная программа, которая прошла в лучших традициях русских офицерских балов. На этом у нас вся информация. Выпуск завершен. Жизнь прекрасна. Будьте с нами.